Зацените, дорогие мои, что мне сегодня по почте пришло. Могу теперь наконец-то аву нормальную сделать. Эти вот штуки, кстати, называются Gromets. Если кто-то знает, как они будут по-русски, напишите, буду благодарен. Как бы вы назвали эту прекрасную вещь на английском? Вот прям произнесите это вслух. Обычно можно услышать три варианта. Русская флаг, что неправильно, естественно, американская флаг, британская флаг и еще можно услышать флаг от людей, которые не различают звук э от звука э. В общем, очевидно, что флаг и флаг неправильно, поэтому поговорим о разнице между британским вариантом и американским вариантом. Весь смех заключается в том, что на транскрипции они оба пишутся одинаково, несмотря на то, что произносятся они чуть-чуть по-разному. Обозначается он лигатурой букв A и E. Ну и вместе, соответственно, он пишется вам в обратную сторону. Обозначается он лигатурами букв A и E. Британский вариант больше акцента ставит на звук A, то есть флаг. Американский вариант акцент больше ставит на букву I, то есть флаг. Британский вариант больше похож на русский, то есть мы говорим флаг, британские говорят флаг. Американский вариант больше похож на букву «э», и так как в русском языке одна «э», а не две, как в английском, то его легко спутать. То есть, если его читать как «э», то у нас получится «флэг», а у нас не звук «э», у нас звук «э», поэтому он будет читать как «флэг». Это та же разница, что и между словами «мен» — «мужчина» и «мен» — «мужчины». Сегодня всё. Если остались какие-то вопросы, пишите в комментарии. Это терминист. Субтитры создавал DimaTorzok